Здравствуйте! Это программа Терезащитник. С вами в студии я, адвокат Роман Койден. Начнем выпуск с видео вопроса. Жильцы 220-го дома по улице Карла Маркса города Сахтывкара выступают против возведения нового дома у них во дворе, полагая, что застройщики не соблюдают требования и правила для подобных работ. Взглянуть на площадку, отданную под высотку со встроенными гаражами, решила съемочная группа программы Терезащитник. Наталья Ганищева – председатель домового комитета. В ее дворе неожиданно для всех начались подготовительные работы к строительству здания. Оно появится вот на этом пятачке между старенькими пятиэтажками и забором ботанического сада Комипединститута. Когда-то здесь располагалась лыжная база. Ее сначала отдали в аренду, а потом продали вместе с участком. Теперь новый хозяин земли планирует возвести семиэтажный дом с подземной парковкой. Жильцы решили побороться с застройщиком, который фактически лишил их двора. Между домами расстояние будет меньше 10 метров. К тому же для подземного гаража придется углубляться метров на 7. Дома 60-х годов постройки едва ли выдержат такие потрясения. Уже дома падала балка один раз. Что все это непонятно как. Перекрытие дранка, сами видите какие стены. Но страшнее даже то, что внутри. Потому что там действительно деревянный. По проекту проезд будет перекрыт и отойдет строящемуся зданию. А жильцы 220-го дома смогут подъезжать только с другой стороны. Кроме того, будут снесены гаражи, разрешения на установку которых люди получили еще отцов наркома Коми. Жители интересуются, какие действия они могут предпринять, чтобы защитить свой дом и двор, если чиновники мэрии и правоохранительные органы с прокуратурой утверждают, строительство законно. Демократичный механизм Организуйте коллективное обращение в администрацию по этой проблеме. Попросите провести публичное слушание. Теперь, что касается юридической стороны вопроса. На квартирные дома сами по себе не возводятся. Существует градостроительное законодательство и определенный порядок получения разрешений. Основные разрешительные документы оформляет орган местного самоправления, администрация. Любое заинтересованное лицо может их оспорить в суде. В том числе, в качестве обеспечительной меры, можно заявить требования о приостановлении строительства. Вопрос имеет свою специфику. По этой причине, перед активными действиями, перед тем, как подать иск, я бы вам рекомендовал с документами обратиться на очную консультацию к юристу. 11 тысяч рублей за электроснабжение. Ровно столько управляющая компания села Пашгос от Водинского района потребовала у инвалида Лидии Ларуковой, проживающей в общежитии в местечке ПМК. Хотя женщина этими услугами не пользовалась. В свою комнату Лидия Ларукова вернулась 20 февраля. Женщина почти полтора года находилась на лечении в онкологическом отделении и еще пять месяцев проходила послеоперационную реабилитацию. Однако внушительный счет женщине выставили, несмотря на то, что все это время комната пустовала. А за два месяца пользования микроволновкой, электрочайником, стареньким холодильником и тонометром, работающим от сети, набежать более 11 тысяч целковых никак не могло. Я бы, конечно, если я пользовалась, я бы заплатила, но я не жила, за что я должна платить. Есть, конечно, в комнате сломанный телевизор и плитка на общей кухне с единственной работающей конфоркой. Но Лидия Николаевна обходится без них. Женщина уже писала заявление на перерасчет, просила учесть ее льготы как инвалида и ветерана труда, но ответа от энергоснабжающей организации нет. А в администрации поселка говорят, что дом задолжал за два года более 250 тысяч рублей за электроэнергию. И потому проживающие должны поровну разделить и погасить долги. Лидия Николаевна интересуется, законно ли подобное начисление счетов за электроэнергию, как проверить правомерность начисления такой суммы и должны ли предоставить рассрочку при погашении задолженности. Лидия Николаевна, первое, что надо сделать, это поглубже вдохнуть воздуха и успокоиться. Самое главное – спокойствие. Наши граждане привыкли платить. Платить за то, чего не знают. Платить просто так. Хотя бы потому, что либо лень разбираться в обоснованности платежа, или перед страхом правоохранительных органах. А вопрос в том, что сначала надо научиться считать, выяснять, кто предъявляет счет к оплате, почему, за какую услугу и сколько по факту вы потребили. Если нет понимания, не платите. Я рекомендую вам обратиться с письменным заявлением в адрес организации создателя данной квитанции с требованием обосновать обязанность по оплате счета. Попросите предоставить формулу расчета, показания всех приборов учета. С ответом организации можно обратиться за оказанием юридической помощи. Бесплатные консультации по вопросам ЖКХ можно получить в Республиканской общественной переемной главы Республики Коми. Если же нет ответа и обоснования не поступит, то есть два варианта. Первое – это выкомить квитанцию в урну и забыть про нее. Или второе – признать начисление незаконным через суд. Коллективное обращение от младших сотрудников дошкольных образовательных учреждений Карткировского района. Их заработная плата с нового года сократилась почти наполовину. В рамках выполнения майских указов президента с 2012 года фонд оплаты труда педагогического персонала и прочих работников стал расти разными темпами. При определении фонда оплаты труда отдельно по каждой категории работников учитываются все повышения заработной платы, начиная с 2012 года. Как вариант, зарплата в 2014 году могла снизиться из-за того, что в предыдущие годы ваша зарплата была увеличена за счет снижения фонда оплаты труда педагогических работников. Сейчас ситуация могла поменяться в обратном направлении. Другими словами, педагогам могли увеличить заработную плату за ваш счет. Данная ситуация может говорить о нецелевом использовании средств, и вы можете с заявлением о проведении проверки обратиться в прокуратуру. Это мое предположение. Пусть разберутся правоохранители. Причиной снижения заработной платы могут быть и другие причины. Как я уже говорил, в соответствии с трудовым кодексом, заработная плата работника состоит из вознаграждения за труд, компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки стимулирующего характера носят непостоянный характер и могут быть уменьшены или увеличены по результатам труда конкретного работника. На вашем месте я бы сначала запросил положение работодателя об оплате труда и лично проверил бы правильность начисления заработной платы. Также можно обратиться в прокуратуру для проверки правильности использования и определения фонда оплаты труда за 2012-2014 годы. С приходом весны начались сезонные проблемы. Так, в Сагдовкарском поселке Лесозавод в один из домов можно войти только в резиновых сапогах. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Надежда Марина прожила в этом доме почти полвека и прожила неплохо. Не столь давно обслуживающей компанией стал печально известный рекон. И сразу начались проблемы. Это выгребные ямы, невывезенный мусор, вода в подъездах и отсутствие текущего ремонта. За что мы платим эту сумму в квитанции по ремонту? На ремонт дома. Я говорю, так дом не ремонтируется, у нас подъезд страшный, зайти невозможно. Раньше мне говорили, что эта сумма идет на ремонт квартиры. Сейчас говорят наоборот. И вот куда эта сумма у нас идет вообще? А сумма большая. За месяц там 400 с лишним рублей, почти 500 рублей набегает. Надежда Марина пригласила коммунальщиков отремонтировать полы. Разобрав перекрытие в среду, они не появлялись до выходных. И в пятницу перенесли работы на следующую неделю. Что толку объяснять, что в квартире проживает 6 человек. Среди них маленький ребенок и инвалид. Жильцы отремонтировали пол сами и остались виноватыми. Ну как она меня заставила, что я отказываюсь от ремонта полов. А я написала, да, отказываюсь от ремонта полов, там якобы 16 досок истратила, так как неделю полы не были сделаны. Для ремонта за свой счет женщина взяла в кассе взаимопомощи 18 тысяч рублей. А вернуть придется 21. А еще нужно привести в порядок пол в детской. Но на это денег у семьи пока нет. А вот так выглядит результат уже после проделанной работы. Статки старых досок и мусора строители попросту выкинули за окно. И убирать почему-то не торопятся. Надежда Марина обращается к телезащитнику с извечным вопросом. За что платить деньги обслуживающей компании, если фактически никакой работы они не выполняют? Наконец-то наши граждане стали задавать правильные вопросы. За что мы платим? Это уже хорошо. Но одних вопросов недостаточно. Необходимы действия. Надо письменно и под роспись требовать от управляющих компаний, подтверждающих расходы документов. Куда были потрачены денежные средства? До копейки. Договоры подряда? Акты выполненных работ? Квитанции об оплате или платежные поручения? После чего необходимо считать общую сумму затрат понесенных управляющей компанией и делить ее пропорционально квадратным метром, занимаемым вами. Так мы получим сумму, которую вы должны оплатить лично вы. Отказ при расставлении документов и в проведении перерасчета надо обжаловать в суде. Если вам необходима юридическая помощь, в том числе и бесплатная, консультацию можно получить в Республиканской общественной приемной главы Республики Коми. Запись по телефону 28-53-31. Участник ликвидации Чернобыльской аварии Иван Григорьевич из поселка Озерный Печорского района долгое время бьется над задачкой, условия которой были продиктованы местной администрацией. Дом, в котором мне была предоставлена квартира 1958 года постройки, пишет пенсионер. В 70-х власти решили перевести строение на более сухое место, но при транспортировке на санях здание провалилось в болото. Дом подремонтировали и вселили нас обратно. В 2008 году комиссия осмотрела здание и установила, что износ фундамента и перекрытий составляет 80%, стен 70%, крыши и дверей 65%, электрического оборудования 60%. При этом общий износ составил всего 67%. Из-за этого дом под снос не попал. Прошу помочь с ответом. Что еще должно прогнить и развалиться, чтобы бывшего чернобыльца переселили из домика на болоте в нормальные условия? Дом может полностью развалиться, но и это может не заставить муниципалитет исполнить свою обязанность по предоставлению благоустроенного жилого помещения в замене непригодного для жилья. Я рекомендую брать гражданам инициативу в свои руки. Во-первых, Иван Григорьевич, ваш дом очень давно обследовался администрацией. Шесть лет назад. Напишите заявление в администрацию района об обследовании дома межведомственной комиссии на предмет пригодности или непригодности для проживания. Получите заключение межведомственной комиссии и акт. Из вашего письма я, не будучи экспертом-строителем, могу сделать вывод. Жилое помещение для проживания непригодно. Если администрация предоставит заключение, что дом пригоден для проживания, такое заключение надо смело оспаривать в суде. Я более чем уверен, что заключение будет о непригодности для проживания. Это даст вам право требовать от администрации аналогичное по метро жилье, отвечающее всем санитарным требованиям. Требовать через суд, конечно. Обращайтесь в районный суд. В суде есть все необходимые формы исков о признании действия администрации незаконными и об обязании предоставить жилое помещение. Если по состоянию возраста или здоровья самостоятельно в суд обратиться не можете, то предъявить иск в ваших интересах можно попросить прокурора района. Уважаемые телезрители, еще раз хочу обратить ваше внимание. Если вы отправляете аудиосообщение на автоответчик редакции, не забывайте представляться и оставлять контактную информацию, телефон или адрес, чтобы сотрудники редакции имели возможность с вами связаться. А на сегодня все. Пишите, звоните, обращайтесь. Контактная информация на ваших экранах. С вами был адвокат Роман Койден. Всего вам доброго. Спонсор показа – Юлатомский приборный завод. Телефон Цыктывкаре 21-42-80.